Девушки отдыхают Мы одна семья Отец женился втайне от нас Братья, которые на него обиделись, уходят из дома и даже не заглядывают Пока что-то не случится Что-нибудь не произойдет, никто ничего друг от друга не знает Вот такая мы семья Ах да, вот еще Мы становимся настоящей семьей, только когда я создаю проблемы И если позволишь, я поднимусь наверх и буду много раз повторять, что мы семья Ну, раз так, мы сами попьем чай и поболтаем, да? Сахар? Да, Хазан Я же только выписалась, доченька Вот твоя мама и пришла Сама знаешь, она много говорит Я немного отдохну, хорошо? Ты пей Добро пожаловать Ты была права по поводу Селин Ты оказалась права Она и вправду Ночевала в доме этого парня Расстроилась Из-за тебя Вчера она ночевала там Не понимаю Что моя дочь могла найти в таком уличном бездельнике? Не бойся Селин ничего не ищет Она хочет мести Хочет причинить боль Сначала сблизилась с Ясином, чтобы причинить мне боль А теперь И когда причинит достаточно боли, она остановится Я не могу Закрыть на это глаза и Не позволю, чтобы из-за упрямства моя дочь крутилась около такого бездельника Есть Семен? Я думала, они развелись Жизнь моя Смотри, даже встречают нас у дверей Привет, отец Мы пришли сюда ради сестры Чтобы не оставлять ее одну Хорошо Выглядите Брак пошел вам на пользу Вы очень подходите Гехан Можем немного поговорить? А почему такая спешка, папа? Как говорят, желаю вам долгой семейной жизни Гехан Конечно Поговорим о чем хочешь Гехан Гехан, не делай этого Убирайся отсюда Соберите чемодан Ясимин Ханум Не трогайте Я люблю своего мужа Очень люблю Выслушайте меня, прошу вас Хорошо, Ясимин Но сначала мне нужно поговорить с сыном Вот бы мама смогла это увидеть Если меня зовут Ясимин То ваше счастье продлится недолго Постой, малышка Давай поговорим с тобой как две невестки Ты не обижайся на Гехана Он, может, и приехал сюда ради сестры Но я не забыла, что эта ведьма делала со мной Я на твоей стороне Я на твоей стороне против этой избалованной принцессы Надеюсь, вы не думаете, что я вам поверю Вы, мы, я больше не Ясимин Ханум Мы с тобой теперь наравне Знаешь, кто мы? Нежеланные невестки этого дома И поверь мне, я хорошо знаю, что значит быть нежеланной невесткой Смотри, смотри, пришла Видишь, пришла и приблизилась к моей дочери Я ей, я ей покажу Послушай, дорогая Мелких хитростей твоей мамы не хватит, чтобы спасти твою жизнь и твою душу в этом доме Тебе нужен только один человек И это я О, Фазилет Ханум Я вас от всей души поздравляю С чем? Вы для меня уже живая легенда Даже мне бы не пришло такое в голову Ты схватил женщину за руку и выставил за порог Сказал, что хочешь развестись А я спросил у тебя, уверен ли ты? Ты ответил, да, папа Даже адвоката вызвал А теперь привел ту женщину домой? Жизнь, отец Как ты говоришь, она полна сюрпризов Разозлились на отца И все пытаетесь меня наказать Но очень глупо наказывать меня при помощи Есимин Да, это твоя жизнь, сынок, твоя И ты совершаешь ошибку во второй раз Как ты говоришь, отец Это моя жизнь Мои заблуждения Мои ошибки Моя правда Не так ли? Тебе лучше знать А теперь, если позволишь, я поднимусь в комнату и разложу свои вещи Гехан, ты совершаешь большую ошибку Ты совершаешь ошибку всей своей жизни Чтобы наказать меня Ты совершаешь ошибку всей своей жизни Пойду разложу вещи Увидимся, Айджи Они помирились И вернулись в особняк Конечно, помирились Нашла такого мужа Такой богатый дом Ох, конечно, помирились Почему бы им не помириться? Смотри, она еще та, гадюка Не пытайся к ней приблизиться Она укусит И ты даже не поймешь где Не вздумай В чем дело? Смотрю, ты быстро пережила шок от брачного договора Ты что, не обижаешься на меня? Даже если ты подпишешь тысячу контрактов Язык твоей матери возьмет И уничтожит все эти контракты Брат, что ты мне скажешь, а? Ты всерьез сматываешься в Америку? Хотя... Да брось, брат Уезжай в свою Америку Верно, мы одна семья Отец женился в тайне от нас Братья, которые на него обиделись, уходя из дома, даже не заглядывают Пока что-то не случится Вот такая мы семья Ах, да, вот еще что Мы становимся настоящей семьей только когда я создаю проблемы А сейчас я поднимусь наверх и буду повторять, что мы семья Алё, Гихан Селин здесь со мной Хорошо, да, неплохо Да, я нашел ей врача Больше терапии она сейчас нуждается в нас Предлагаю этим вечером поужинать, как братья и сестра Как ты думаешь? Ладно, увидимся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер Добро пожаловать А говорили вечер братьев и сестры Жизнь моя ты обижаешь Я, как твоя невестка, считаюсь наполовину сестрой Послушай, здесь все мы переживаем одно и то же И, кстати, это Есимин первая нас предупредила насчет той женщины Итак, раз это вошло в учет У вас был еще один брат Где Синан? Я ему написал, он скоро приедет Можем пока начать Вечер братьев, да? Да ладно ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Нет, вы не должны начинать, пока не придет супруг Ты не сажай свою мать за стол Посмотрим, что будет Не сажай, дадут ли тебе нормально поесть Приятного аппетита Я подписала договор, как вы и хотели Почему вы все еще боитесь меня? Очевидно, что вы очень зациклены на этом договоре Вы решили, что произведете на меня впечатление, подписав его? Я подписала его по своему желанию Это ничего не меняет То есть, это не изменит моего мнения на ваш счет Вы вышли замуж за моего брата ради денег Минуту, 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 минуту Я не договорила Но я уже сытагю задыхану Я сыта вашими оскорблениями Я не голодна Устала Ай, кто-то снова остался голодный Смотри, бежит плакать В чем дело, Эй-Джи Ханам? М? Не хватило того, что подписала договор? А? Не смогла угодить своей старой заловке? Отпусти меня, мама Зайди внутрь Пусти Заходи, я сказала Как? Как ты могла встать из-за стола? Зачем? Зачем ты встаешь из-за стола? Ты не должна была вставать из-за стола С этого стола встанет только один человек И это та старая ведьма Это не ее дом Мама, у меня пошатнулись нервы Ммм, твоей смелости хватило только на маму На маму Да что случилось? Ты кричала и бунтовала мне в лицо Что случилось? Видите ли, умерла Униженная Эдже Видите ли, родилась Эдже Эгемен Это Эдже Эгемен Это? Кому я говорю, интересно В этом доме не только твоя заловка Даже прислуга тебя не уважает Прислуга И кто виноват? Ах Дочь твоего мужа пыталась тебя задушить И кусок еды у тебя поперек горла стоит Дочка, что с тобой будет? А? Разве там, где с тобой не считается старая заловка Будут считаться слуги? Ты, госпожа этого особняка Над кем вы смеетесь? Скажите А? Скажите, и я посмеюсь Чего смеетесь? Мы говорили между собой Над тобой смеются, что ли? Почему принимаешь на свой счет? Ты не можешь так со мной разговаривать Теперь вы обе будете обращаться ко мне на вы Больше нет этой бесцеремонности Я Эдже Хану Слышали? Я Эдже Хану Ты так настаивала? И Эдже подписала тот договор Почему ты так пристала к этой девушке? Чего ты еще хочешь? Я особо не стараюсь, Хазым Но твоя жена очень обидчивая Как маленький ребенок Доброго вечера Перед вами не дочка управляющий Перед вами жена Хазымбея И отныне Если я хоть раз услышу Что вы говорите мне Ты слишком неважничаешь, Эдже Хану Мы не забыли, как тебя избивали в этом особняке Что здесь происходит? Ты с кем таким образом разговариваешь? Хазымбей Я очень извиняюсь Моя жена решит Прощать вас Или же нет Если вы оскорбляете мою жену Вы оскорбляете меня Пусть об этом знают все И, наконец, придут в себя Скажешь мне свое решение По поводу Гильтен Вы слышали моего мужа? Мне не осталось необходимости Что-то говорить И по поводу моего решения Насчет тебя Я жду от тебя не извинения А уважения И это последнее неуважение ко мне, Гильтен Пусть никто не утешает себя прошлым Я госпожа этого дома И забывшая это сильно пожалеет А помнишь, в ту ночь Что сделала мама Как я могу забыть Я со стыда не мог выходить Из своей комнаты три дня Она привела меня к вам И сказала Ты называешь их братьями Но они банда Банда А глава этой банды Отец Эти люди всю жизнь будут за нас Мы с тобой, мама и дочка Всю жизнь будем под защитой этой банды Правда, такие трогательные воспоминания Но мы можем вернуться к теме женитьбы Послушайте, я предлагаю А жизнь этой банды закончилась после смерти мамы А, дорога брата Прямо до Америки Что? Синон, ну чего ты добиваешься? Оставь, дружище Лучше скажи, во сколько твой рейс Какой рейс? Еггас О чем он говорит? Какая Америка? Послушайте, я... Постой, постой, я продолжу Этот трогательный братско-сестринский вечер Он организовал, чтобы сообщить об этой важной новости Да, Эггемены Брат Егы сбросает нас здесь И сбегает в Америку На кухне я сказал все, что хотел, Фазилет Ханум Обсуждать больше нечего Вы можете идти То есть вы проучили двух служанок и выполнили свой долг? Все? Так, Хазимбей? То есть это все? Моя дочь подписала сегодня Тот Брачный договор, даже не прочитав ни строчки Вы знали об этом? Да, знаю Этот договор необходим Он необходим, чтобы из-за твоего брака Спокойствие моих детей не было нарушено Тема закрыта Можете идти Вы открываете мой рот и заставляете говорить о плохом Ясно Довольно, Фазилет Ханум Говорите, что собирались сказать Верно Наш последний разговор остался незаконченным Нам необходимо его закончить Вы правы Вы правы Говорите, Фазилет Ханум Я вас слушаю Если честно Я-то скажу обо всем открыто, Хазимбей А вот вы сможете Сможете говорить открыто о самом своем большом страхе О самой вашей темной тайне Видите? Вы видите? Я говорю открыто Либо ты расстелишь весь мир к ногам моей дочери Либо я Сломаю жизнь сына Кереми А ты потеряешь одного ребенка Разве он не золотой ребенок? Он сын своего отца От одного узнаешь о его женитьбе за столом бракосочетания А второй уже помахал бы рукой из Америки Он прав Чем ты отличаешься от отца? Ты такой же лжец Такой же лжец, как и он Селин Вот бы и твоя мама увидела эти дни И конец братскому шоу Ясимин Что ясимин, что? Вы целый час утешаете друг другу воспоминаниями из детства Тоже мне братья Егемены Где они были, когда ты меня выкинул на улицу? Селин Ханум очень развлекалась, глядя мне прямо в глаза Ладно, она меня не любит, но тебя Где же вы были? Вы в курсе того, что мы пережили? Мы разводились, вы не знаете? Вы... Вы разводились? Брат, я пыталась поговорить с тобой Гек Хан, я тоже не знал о звене Не стоит извиняться Не впервой Это не первый раз, когда вы не в курсе, что происходит с вашим братом Где-то там есть какой-то брат Да вы хоть раз интересовались, а? Как ты, брат, в порядке? Как ты? Как дела у тебя? Может быть, у тебя проблемы, а? Беспокоит ли тебя что-то? Вы спросили хоть что-то? Нет Я никогда не был отцовским сыном, которого Хлопали бы по спине и прощали за все выходки Ну и, конечно же Тем более, я не был золотым ребенком отца Брат, опять та же тема? Ради бога Нет золотого ребенка, нет Но знаешь, что есть? Есть эта дурацкая конкуренция, которую ты выстроил между нами с самого начала Раздробленность между нами, это не мое творение, это твое творение, брат Да ты с самого рождения золотой ребенок нашего отца Так, скажу кое-что, извини Из-за того, что я забрал твою мечту быть единственным ребенком Извиняюсь даже перед всеми вами, очень хочу извиниться За то, что вы после выходки отца пытались собрать эту развалившуюся семью Прошу у всех прощения Извиняюсь перед всеми вами за то, что напомнил вам, что мы родня Знаешь, за что тебе нужно извиниться? Извиниться за то, что ты собрал нас всех вместе и сматываешься Ты думаешь, я принял это решение за один день? Думаешь, было легко решиться после папиного безразличия? Так что ли? Ягыс, не говори мне про его безразличие Пусть никто не обижается на то, что отец с нами не считается Пусть никто, никто не злится на него Пусть никто не говорит, что мы родня Потому что это не так Ладно, оставьте ее на меня Десимин, пойдем Ну посмотрим Что же было в нашем меню перед тем, как ты испортил всем ужин? Это был общий ужин, Синан Спасибо тебе Смотри-ка Я упустил начало Вероятно, в качестве первого блюда были сказки о братстве, не так ли? Конечно, если ты проглотишь их Посмотри, даже Селин не проглотила Ладно, я понимаю, что я тебя разочаровал И Селин тоже Но ты не имеешь права так поступать Если помнишь, ты тоже меня разочаровал, не так ли? Я тоже, несмотря на то, что хотел разбить тебе лицо, не отвернулся от тебя А почему? Потому что я твой брат, да? Не брат ты мне, Егыз Братом не может быть тот, кто убегает без оглядки Значит, теперь так, Синан, бей А теперь раскрой уши и слушай внимательно Даже если мы ударим друг друга лицом в грязь Даже если разобьем друг другу лица Даже если я уеду на другой конец света Ради тебя я готов отдать жизнь, ты понимаешь? Потому что ты мой гадкий брат, эгоистичный брат, психопат А теперь, Синан, бей Возьми свои слова обратно И пожми мне руку, давай Ты помнишь тот день, когда отец отправлял тебя в Америку? Помнишь, что я делал, чтобы ты не уехал? Я сбросился с крыши особняка Мне было всего восемь Три перелома, две операции Но этого не хватило Я не смог остановить отца Он все равно отправил тебя в Америку Синан Когда отец пытался разделить наши маленькие ручки Мы так крепко держались друг за друга Ему пришлось разлучить нас силой Смотри, сейчас наши руки большие Но они не держатся друг за друга Знаешь почему? Потому что на этот раз передо мной брат Который хочет по собственному желанию уехать в Америку Ничего не изменилось Ни ты, ни я Никто в мире не сможет это изменить Мы братья Мы братья Мы не братья Мы даже не семья Мы огромное ничто Быть отцом ребенка, который кровно с тобой не связан? Эй Где такие мужчины в наше время? А? Я знаю Я тоже растила детей Я одна растила двух девочек Я знаю, как трудно их растить Знаю Но еще труднее потерять ребенка Не так ли, Хазембей? Чего ты хочешь? Говори На самом деле ты знаешь, чего я хочу Но заставляешь говорить Хорошо, скажу еще раз, чего хочу Понятно Ты разорвешь этот договор Прямо на глазах у всех Понятно? Понятно? Все, что у тебя есть Начиная от компании И заканчивая особняком Ты включишь в наследство моей дочери Откроешь ей счет Сыграешь в шикарную свадьбу Великолепную Которая подобает твоей фамилии Ты это сделаешь Чтобы все закрыли свои рты Конечно Ты не должен забывать про тещу Выделишь за этим столом Стул для тещи Я тоже буду есть вместе с вами Почему я живу на этаже С прислугой под землей? У меня будет точно такая же Роскошная комната Как и у вас И посмотри на мой вид Посмотри Это же плохо Это очень плохо Разве теща Хазембея Должна так выглядеть? Я не считаю это молчание ответом Ты принимаешь мои условия или нет? Мой сын Он мой сын Я Не забуду тот день Когда он впервые назвал меня отцом Никогда не забуду тот день Когда он сделал первые шаги Держа меня за руку Я никогда не отделял его от своих детей Я никогда не относился к нему как к чужому Я воспитывал его как родного ребенка Я вкладывал в него свои силы Когда у него была температура Я сидел возле него Когда он был болен Мы с его матерью следили за ним до утра И ты, и та проклятая женщина Что бы вы ни говорили Он мой сын Это не ответ на мои вопросы, Хазембей Я Я спас жизнь своего сына Не позволю вам испортить его жизнь Сделаю все, что хочешь Дам все, что хочешь Если ты не хочешь Чтобы я навредила невинному Хазембей Тогда завтра этот договор будет разорван Ты разорвешь и выбросишь этот договор Ты не сдашься Ты не сдашься Ради сына Ради своих детей Ты не сдашься Ты ни за что не сдашься этому кошмару Ты будешь гордо стоять на ногах Гордо Ради своих детей Ради всех своих детей Ради своих детей СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ах, бедное дитя! Уснул в машине бедный. Он уедет, когда проснется. Уедет, когда проснется. Ты любишь этого бедного парня? Не люблю. Он не такой бедный, как ты думаешь. Если бы можно было скрыть любовь, отводя глаза. Посмотри, вся боль в твоих глазах. Кому ты рассказываешь? Кому ты рассказываешь сказки? Я опаздываю, тетя Кереме. Мне надо идти. Он тоже тебя любит, и это заметно. Хотя другой тоже к тебе неравнодушен. Кто другой? Его брат. Что ты говоришь, тетя Кереме? Боже мой! Причем здесь это? Он никого не любит. И меня не будет любить. Это же очевидно. Ну все, все, не сердись на меня. Откуда мне знать? Один раз увидела вас троих вместе, и все. Значит, я ошиблась. Ошиблась, ошиблась. Я пошла. Вечером увидимся. Что она говорит? Дай бог. Дай бог, я ошиблась. Выросли как братья. Не дай бог, не дай бог, чтобы влюбились в одну и ту же девушку. Сынок. Простите, что я так с самого утра к вам. Нет, нет, ничего страшного. Хазан уже ушла. А, подожди, она давно ушла, а ты обещал мне завтрак. Ты же помнишь, что обещал мне завтрак? Сдержи свое обещание. Теперь, что будет на завтрак, что будет на обед, ужин и чай, обо всем вы будете спрашивать у меня. Например, есть варенье из розы? Я хочу варенье из розы. Каждое утро на завтрак должно быть варенье из розы. И еще. Эти тарелки не хочу. Поставьте другие. Серебряные. Серебряные? Да, серебряные. Я так хочу. Понятно? Ваша мама присоединится к вам на завтраке, Аджи Ханун. Хорошо, хорошо. Я поговорю с Ягызом по поводу Америки. Но сейчас ты встанешь с постели и спустишься на завтрак. Я не сяду за этот стол. Это еще почему? Это твой стол. Эта девушка говорит, что она госпожа этого дома и садится за стол. Это ты, юная госпожа этого дома. Ты переоденешься и сядешь за стол. Скажешь, что ты здесь. Тетя, что изменится? Мы сели за стол. Какой успех. Пока мы радуемся этому, отец пойдет и перепишет на нее особняк. Он ни копейки не даст. Я заставила ее подписать брачный договор. Сама лично составила все пункты договора. Эта девушка не сможет стать наследницей нашего богатства. Давай. Вставай. Сейчас эта маленькая мачеха устроится во главе стола. Да еще и будучи госпожой этого особняка. Ясемин, пожалуйста. Я и так напряжен. Ты не начинай, хорошо? Ладно? Ну, напрягайся сколько хочешь. Вчерашнее ваше шоу было очень трогательным. Но вы, правда, опоздали с романсом «Мы не семья»? И да, вы не семья. Как сказала Селин, это закончилось, когда умерла ваша мать. Твой отец совершил худшую ошибку в своей жизни. Ягаз уезжает в Америку, сенам полностью растерянном состоянии. До компании у тебя нет дела. Возможно, твой отец спятил. Этого мы не знаем. Это зависит от вердикта врача. Этот глупый брак аннулируется. А ты станешь владельцем. Жизнь моя, ты не понимаешь. Возможно, уже поздно бороться за вашу семью, но компанию ты должен спасти. Спасибо. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ждем Синана или Ягыза? Ягызу далеко ехать. Он не сможет. Синан приедет, отец? Мы задали тебе вопрос, Хазым. Ягызу далеко отчет. Доброе утро. Всем доброе утро. Доброе утро, Фазилет Ханов. Что за стол, не так ли? Я не выдерживаю этого. Приятного аппетита. Доброе утро. Во главе стола. Она села во главе стола. Женщина, которая до вчерашнего дня мыла нашу грязную посуду. Это все благодаря силе тещи. Чего смотришь? Все верно говорит? Ясимин права, кто сделал эту женщину тещей? Папа. Ты думаешь, сейчас он скажет, чтобы она не садилась за наш стол? Мы этого не переживем. А что мы не сможем пережить, брат? У нас был один стол, за которым мы могли собраться, как семья. Она отобрала его у нас. Никто ничего у нас отобрать не сможет. Придите в себя и не забывайте, кем вы являетесь. Ты записала в договоре, кем мы являемся, тетя? Ты же продумала каждый пункт в договоре. Но, кажется, не прописала про стол. Селин довольна. Веди себя воспитанно. Не вымещайте злобу на мне, которую вы испытываете к отцу. Эта женщина одержала победу. Пришла и села за стол. Это брала и у нас последняя. Никто не одержал победу. Эта женщина ничего не может забрать, только если вы не отдадите ей собственноручно. Победа этой женщины заключается не в том, что она села за стол, а в том, что вы встали из-за стола. Сейчас вы пойдете за мной и займете свои места за столом, и мы покажем этим двум охотницам за богатством, кто настоящие хозяева этого стола. Понятно вам? Добро пожаловать! Еще раз добро пожаловать! Прошу вас! Поскольку все заняли свои места, то и вы, Хазамбей, займите свое место. Очевидно, будет очень долгий семейный завтрак. Держи, сынок. Большое спасибо. В последнее время я и вправду забыл, что такое настоящий завтрак. Приятного аппетита. Ты только ешь завтрак. Хотя это не похоже на тот завтрак, к которому ты привык. Конечно, конечно. Не хватает только птичьего молока. Не знаю насчет птичьего молока, но пусть всегда у тебя за столом будет приятный разговор. Это было в прошлом. До того, как умерла моя мать. Конечно же, я ничего не ценил. Так и не ценил те завтраки. До утра веселился, спал до обеда. Всегда пропускал настоящие семейные завтраки. А сейчас хотел бы только одного утра, где мы были по-настоящему с семьей, где за столом сидит мама, а рядом с ней сидит папа. Хотел бы только одно утро. Пусть она покоится с миром. Твоей маме очень повезло. Она всегда была рядом с тобой. То есть, она могла целовать и быть рядом столько, сколько захочет. Ни одной женщине в моей жизни не повезло. Даже маме. Не говори так. Не говори так. А такого, такого парня, у которого при улыбке смеются даже глаза, кому может быть плохо? Спросите это у Хазан. Она вам до утра расскажет о проблемах из-за меня. Твоя улыбка... такая знакомая. Простите? Прошу прощения. Прости. Я задумалась. Мне... твоя улыбка кое-кого напомнила. Он так же, как и ты, искренне улыбался. Ой, я что-то много говорю. Это ведь у тебя проблемы. Расстраиваешься из-за Хазан. Из-за брака отца расстраиваешься. Я помолчу. А ты расскажи. Все, о чем захочешь. Расскажи, какие у тебя проблемы, ладно? Куда ты идешь? Давай еще чай налью. Может, что-нибудь приготовить? Правда. За все вам большое спасибо. Но мне пора идти. Правда? Ну ты приходи еще, хорошо? Обещай мне. Хорошо? Послушай. На обед тоже приезжай. И на ужин. Приезжай. Приходи, когда пожелаешь, хорошо? Спасибо вам. Субтитры Sir. Этим утром сыры и оливки совсем другие на вкус. Правда? На нашем столе блестит серебро. Моя дочь так посчитала нужным. Она решила. Браво. Раз речь зашла о блеске Хазамбей, пока все за столом, может поговорим о свадьбе? На неделе мы организуем вечер, на который будут приглашены все наши близкие. Свадьба. Свадьба. Отец, а мы приглашены? Мы ведь договорились, что свадьбы не будет. Ее не нужно. С чего вдруг? Я посчитал это правильно. Для нашего близкого круга. И сегодня здесь хочу внести ясность в один вопрос. Это брачный договор? Для того, чтобы показать доверие своей супруге, я разрываю этот договор. Хазым. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Если эта девушка станет Эджей Агимен, то я не хочу эту фамилию, потому что мне ее не нужно. Селин, сядь на место. Потому что ты дал ее ей. Хазым, что ты сделал? Отец. Отец. Ты не только маме, не только ее памяти изменяешь, но и всем нам. Всем. Придите в себя. Я ваш отец. Я не нуждаюсь в договоре, чтобы защищать ваши права. Ваша гарантия. Это я. И ваша. И ваших внуков. И даже внуков ваших внуков. Гарантия, отец? Папа. За этим столом есть только один человек, который может тебе доверять. Удачи. Вставай. Хазым, сегодня ты здесь разорвал не просто бумагу, ты разорвал и выкинул доверие своих детей. Хазым, постой. Сначала свадьба, а теперь еще договор. Что происходит? Зачем ты это делаешь? Это точно мама тебя заставляет. Этому нет другого объяснения. Что произошло? Что она сделала? Скажи. Воспользовалась Селин? Обещала пойти в полицию? Пусть идет. Я буду отрицать. Буду отрицать все, что было той ночью. Эджи, ты не думай об этом. Поднимись наверх. Соберись. Прошу, не делай этого. Послушай. Никто не может с этим смириться. Они очень расстроят тебя и станут моими врагами. Со временем пойму, что их никто не обделит. Я разорвал и выкинул эту бумагу. Вот и все. Давай, иди в школу и не думай ни о чем, кроме уроков. Пожалуйста. Что же с тобой сделала мама? Что с тобой сделала мама? Что ты опять сделала мама? Как ты умудрилась заставить его разорвать договор? Можешь тысячу раз отрицать, но я ни разу не поверю тебе. Это ты заставила разорвать его договор. Хвазит. Заставила так заставила. Я твоя мать. Мать! Если потребуется, буду защищать права своей дочери даже вопреки ей. Смотри. Смотри на себя. Разве ты все та же забитая девушка, впервые перешагнувшая порог этого дома? Ты Эдже Эгемен. Эдже Эгемен. Ты госпожа этого дома. Но как быстро ты привыкла быть госпожой. Смотри. Смотри, Эдже Ханум, которая завтракает серебряными приборами. Одна рука в масле, другая в меде. Блеск и роскошь. Все есть. Смотри, смотри. Какой вид. Завтракаешь напротив залива. К такому виду можно привыкнуть за один день. Но к той яме не привыкнешь за один день. И твоя мать делает все для того, чтобы ты больше туда не вернулась. Поняла? Ты опять унизила меня, мама. Но это было в последний раз. Думай так, Эдже Ханум. Думай. Фазилет еще только начала действовать. Ваша новая комната готова. Что? Ваша новая комната готова, Фазилет Ханум. Гек Ханты видел своими глазами. Как только начались свадебные приготовления, договор, который был вашей единственной гарантией, был разорван. Ты представляешь, что все будет принадлежать этой маленькой девочке? Не так просто, Есимин. Все должны знать свое место. Все должны знать, что им дозволено. Что случилось с отцом, сошел ли он с ума, я не знаю. Но то, что он сделал, нельзя воспринимать нормально. Ты не думай об отце. Думай о компании. А дома ставь на меня. Раз ты хочешь войны, отец, хорошо, я готов. Я согласен. Семих, как ты? Очень давно не виделись. Семих, я попрошу тебя оказать мне большую-большую услугу. Конечно, со всей моей щедростью. Нет, из этой девушки ничего не выйдет. Стоит как бревно. Сомневаюсь в том, что она хотя бы раз в жизнь позировала. Хотя другой к тебе тоже неравнодушен, но... Кто другой? Его брат. Уму непостижимо. Казан, не говори. Улыбайся. Так, друзья, давайте сделаем небольшой перерыв. Уфук, вы как раз немножко отдохнете. Чаю выпить или кофе? Хотя другой тоже к тебе неравнодушен. Заставьте эту женщину замолчать. Кого заставить замолчать? Тех, кто говорит за твоей спиной? Что? Казан, тебе нужно только смотреть в камеру и улыбаться. Почему ты не можешь этого сделать? Почему? Простите, я же родилась, только это и делала, что позировала. Боже мой. Ну, конечно, ты права. Ты родилась уже недовольная. Ты тоже права, да? Да, абсолютно. Давай сделаем так. Ты просто переложи один миллион с правого кармана в левый, а я улыбаюсь, уберусь отсюда. Казан. Ты либо сделаешь это, либо... Хорошо. Хорошо, я готова. Можем начинать. Перерыв окончен. Хорошо. Вы слышали? Перерыв окончен. Ну, вот так. Ну, вот. Другое дело. Вот так, да. Очень классно. Да, вот так, Хазан. Очень красиво. Ну, вот другое дело. Еще немножко. Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают